Повышение престижа профессии учителя, признание особого статуса педагогических работников стали миссией прошлого 2023 года, года педагога и наставника, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным. За последние 10 лет уже дважды тематический год Российской Федерации объявлялся посвященным педагогу, учителю. Мы знаем, что был у нас год учителя, прошедший год год педагога и наставника, но все равно он напрямую связан с учительством. Поэтому это еще раз правительство Российской Федерации, президент подчеркивает важность, значимость учительского труда. Потому что на самом деле формирование, как бы это громко не звучало, но формирование подрастающего поколения, закладывание принципов будущего, это формируется в школе, в детском саду, в техникуме, в УЗИ. 2024 год – это год подведения итогов национальных проектов и реализации тех новых задач, которые поставлены. Они должны быть выполнены в полном объеме и должного качества, отметила в своей речи министр образования ТУВ Елена Хардикова. Помним 2018 год, когда президент Владимир Путин вступил в должность и объявил ряд национальных проектов. Мы тогда с трудом воспринимали, что это такое, даже не верилось, какие поставлены задачи, как мы к ним будем идти. И мы 2024 год считаем как годом подведения итогов национальных проектов. Но я думаю, что, наверное, теперь у нас каждый учитель, каждый ученик понял, почувствовал на себе, что такое национальный проект. Нет ни одной школы в нашей республике, где бы не было поставлено оборудование в рамках национального проекта образования. В рамках национального проекта образования в ТУВе уже построены пять школ. Вместе с тем одновременно идет строительство еще одиннадцати. Заместитель председателя правительства ТУВы Орлан Сарглара отметил, что по поручению президента была введена специальная доплата за классное руководство. Ее получают более трех с половиной тысяч учителей, не только учителей, и более трехсот кураторов в среднепрофессиональных образовательных учреждениях также получают. Ну, будем говорить о том, что горячее бесплатное питание для младших классов получает около 30 тысяч детей. Сейчас задача стоит на этот год и в будущем обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Работа итоговой коллегии продолжилась докладами. В этом году применен новый формат. Организованы разные тематические площадки. В рамках федеральных и региональных проектов во всех школах республики создаются необходимые условия, способствующие повышению качества и доступности общего образования. С целью анализа и прогноза ситуации, обозначения проблем и постановки задач, позвольте остановиться на показателях мотивирующего мониторинга, которые ярко иллюстрируют текущее состояние системы общего образования республики. Отдельный ряд показателей в мотивирующем мониторинге отведен цифровизацией. Отметим, что еще одним значимым событием прошлого года стало присвоение образовательным учреждениям имен народных и заслуженных учителей. А по инициативе главы ТВ запущен новый региональный проект «Мой учитель». Также разработана и мера поддержки в виде премии главы ТВ лучшим педагогам, которые активно внедряют в свою работу инновационные программы и проекты. Кроме того, отметим, что президентом страны федеральная программа «Земский учитель» продлена до 2030 года. Так, в Туве в этом году школы пополнятся еще 13 земскими учителями.